На передо дни дня Белорусской науки в высшейших научальных установах в области подвяли выники леташней науковой деятельности. В Гомельском державном университете, лепшим международным проектом, признанная Белорусско-Китайская лаборатория по вакуумно-плазменных технологиях. С ее сотрудниками встретились наши корреспонденты. Сегодня в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыни денежит три международные лаборатории. Две в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой и одна с Польшей. Распрацовки вакуумно-плазменной лаборатории отказались оба дай наибольшь запотрабованными. Зноса устойливая покрытия для металлопрацовчих инструмента, покрытия с антибактериальными уластивостями для медицинских имплантов, аптечные покрытия. Это только не которые на керунке ее деятельности. Об признании высокого узроню распрацовок можно мерковать по тем факте, что керавник лаборатории из белорусского боку Александр Рогачев признанным гоноровым громадянином провинции Дзянцу и человеком года Нанкинского университета. Миновата ГЭТЭ установа з'является СУЗ основальником лаборатории. Сейчас китайская наука выходит на первые рубежи. Китайские научные центры имеют уникальное научное оборудование. Выделяются огромные средства именно на оснащение техническое. Ну, к примеру, хороший электронный микроскоп – это прибор, стоимость которого составляет порядка нескольких миллионов долларов. Допустим, Республика Беларусь не может позволить все такие отраты, хотя бы потому, что, в общем-то, у нас нет нужных средств. И поэтому сотрудничество с китайскими научными центрами с целью использования их серьезной научно-технической базы является, пожалуй, одним из вариантов успешной научной деятельности в нашей стране. У рейтингу беларуских ВНУ Гомельский Державный Университет займает четвертое место. Сегодня тут працуют 50 докторов и 250 кандидатов на ВУК. На ВУК-дейностью на серьезном узровне тут займались еще у часы иснования Советского Союза, причем шматлики о распрацовке тогда проводились для военной промысловости, имели гриф сокретности. Зараз ситуация и иншая, но узровень на працовок по раннейшему застаётся высоким. Только в минулом году тут реализовали 15 международных проектов. Причем партнерами «Гомельшан» часто становились сусветно-ведомые компании. Выполнили проект с очень известной южнокорейской компанией LG Electronics. Для них были изготовлены специальные стекла, которые сложно подвергнуть царапыванию и так далее другим воздействиям. Всего международных проектов более 15. Из них половина с Российской Федерацией, еще часть, по-моему, 7 проектов с Китайской Народной Республикой и по одному проекту Молдавия, Армения и другие страны. Алексин Цюров, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова